всем привет дорогие друзья в сегодняшнем видео я буду готовить торт молочная девочка вес торта получился 1,1 кг если вы будете делать без бортиков торт то у вас как раз получится бенто торт весом на 1 килограмм и в этом видео я покажу как креплю бантики на торт добро пожаловать ко мне на кухню приготовлю бенто торт молочная девочка для теста нам понадобится одно яйцо добавляем к нему щепотку соли и немного отливаем с помощью миксера яйцо превратится в такую вот пенку буквально 2-3 минутки будет достаточно добавляю 190 граммов ухущённого молока хорошего качества перемешиваем смешиваю 100 граммов муки и 5 граммов разрыхлителя для теста добавляю к яйцам со сгущёнкой и на минимальной скорости миксера замешиваю тесто тесто готово беру силиконизированный пергамент нарисовала на обратной стороне пергамента круги диаметром 16 сантиметров и теперь буду наносить тесто центра кругов и распределять его по всей окружности стараемся распределять равномерно чтобы толщина коржа была одинаковая если же у вас не получается ничего страшного в принципе это не так критично только что потом придется немножко больше крема используя для того чтобы выравнивать торт если вдруг коржи будут у вас не идеально ровные и таким образом распределяем тесто по всем кружочкам и отправляю в духовку разогретую до 180 градусов мои коржи готовы они выпекаются очень быстро 8-10 минут сверху они не будут слишком румяные поэтому смотрите не сожгите их с остатков теста я сделала еще один коржик и также буду выпекать коржики нужно выпекать на силиконизированном пергаменте или же также можно воспользоваться тефлоновым ковриком если вы используете обычный пергамент то обязательно смазывайте место распределения теста сливочным маслом иначе коржи будут плохо отходить от бумаги сверху коржики липкие поэтому друг на дружку их не складывайте обрезаем коржики можно их обрезать по шаблону можно с помощью кольца который мы рисовали наши коржи единственное что в этом случае нужно тесто обязательно распределять немножко больше потому что оно не рассекается во время выпечки коржи готовы приготовлю крем для нашего торта для него беру сливки жирные 33 процента жирность холодная 150 миллилитров и взбиваю до твердых пиков до плотного состояния так хорошо взбитые сливки 300 граммов сметаны 25 процентов можно брать более жирную сметану соединяем с сахарной пудрой у меня здесь 50 грамм соединяем лопаточкой и добавляем взбитые сливки для ароматизации можно добавить ванильную пасту ванильный экстракт или натереть немного боба тонко боб тонко это такая специя боб заменитель ванили его можно купить на маркетплейсах или же магазина для кондитера на такой форме красивый пышный крем получается можно приступать к сборке торта все количество крема нужно разделить на 4 части и пропитать торт примерно по 110 граммов крема нужно будет нам поместить на каждый коржик крем нежный хорошо пропитает коржи но сейчас он еще достаточно такой мягкий поэтому я собираю несколько коржиков с кремом а потом помещаю торт в кольцо обернув его предварительно ацетатной лентой чтобы крем не вытекал кольцо скрепила канцелярской резинкой чтобы оно не разъезжалось а сюда еще добавила гибкие доски чтобы торт более плотно размещался в кольце и отправляю торт на стабилизацию в холодильник предварительно накрою его пищевой пленкой сверху мой торт постоял в холодильнике ночь хорошо пропитался снимаем с торта кольцо освобождаем его и можно приступать к выравниванию крем хорошо стабилизировался и посмотрите какой красивый торт у нас уже сейчас на данном этапе вес тортика 740 граммов выравниваю торт буду крем чизом на сливочном масле как обычно если бы это был у меня обычный бенто торт я бы взяла порцию как в видео про бенто торт на 1 килограмм и у меня также получился бы торт молочная девочка весом 1 килограмм у меня будет торт в стиле ламбет поэтому я беру увеличенную порцию крема для того чтобы сделать бортики и ободок мне понадобится 80 граммов сливочного масла и 70 граммов сахарной пудры взбиваю до посветления ко взбитому маслу добавляю творожно-сливочный сыр 300 грамм и перемешиваю масло и творожно-сливочный сыр я беру комнатной температуры приступим к выравниванию тортик свой выравнивала теперь с помощью вырубки 6 сантиметров делаю сбоку такие полукруги на которые будем затем рисовать наш декор у меня есть вот такая малюсенькая насадка открытая звезда и наношу сюда крем и затем беру насадка также открытая звезда чуть большего размера и делаем бортик и по краю бортик делаем и торт будет готов останется сделать нам надпись вот такое простое украшение симпатичное останется сделать только надпись и прикрепить бантики сделала надпись белым кремом тем же самым кремом чист на сливочном масле он должен быть эластичным комнатной температуры даже его так хорошенечко в руках помяться нужно и тогда надпись будет более красивая и гладкая после этого поставлю в холодильник и уже перед самой оттачей черным кремом сделаю обводку надписи чтобы крем не мигрировал черный цвет на белый ну и теперь самое главное прикрепляем наши бантики их 5 штук нужно отмерить места прикрепления как было чтобы было красиво и а и и и и и и и вот такая эстетика у нас получилась я считаю очень классно